друзья приветствую на канале изи трейд и сегодня у нас воскресенье позавчера была пятница это значит что нужно разобраться в техническом анализе что же у нас происходит на рынке я вам покажу сегодня те бумаги которые мне максимально нравятся на лонг естественно по традиции посмотрим мой портфель общий счет 29 миллионов 405 тысяч рублей почти миллион за два с половиной месяца что считаю неплохо что там по индексу намеченном таймфрейме тенденция вниз уже шестой месяц она длится но кое-что интересное для вас у меня есть на недельном таймфрейме видите вот эту свечу вот именно так закрылась неделя это свеча над гроби доджи она предвещает медвежий характер и если мы на предстоящей неделе пройдем уровень минимальных значений этой свечи 27 23 то пиши пропало пойдем вниз и так то уже смотрится не очень все хорошо на неделях уже сломали вот эту растущую недельную тенденцию для тех кто не знаю друзья напоминаю моя методика торговли следующая я смотрю на недельный на месячные преимущественно таймфрейм на месячные свечи если свечи вот так вот линейно идут вниз значит тренд у нас медвежий видите линейно это когда каждая последующая свеча именно максимум свечи ниже предыдущий поэтому гадать тут нечего на месяцах все понятно на неделях тоже вам показал вот эту свечу да и давайте посмотрим просто что у нас будет на следующей неделе так мы будем торговаться по индексу также еще хотел показать вот такой вот параллельный канал я для себя расчертил это конечно на будущее не стоит его здесь и сейчас использовать но вот от кризиса 2008 года может можете у себя тоже расчертить по точкам раз . нижняя 23 . и вверху тоже три точки всего три точки внизу 3 вверху вы вот такой вот параллельный канал получается согласно этому каналу нам бы сходить куда-то ближе к 2000 но друзья сейчас не об этом давайте рассмотрим газпром прежде всего нефтегазовый сектор на месяцах газпром выглядит вполне себе неплохо по крайней мере лучше индекса пасман посмотрим на объемы объемы тоже хорошие для газпрома и вот посмотрите что здесь было это свеча мая месяца май вниз июнь тоже вниз скорее всего июль тоже хотели продавить но пришел покупатель в июле начал а откупать все это поэтому объему нас видите рисуется столбец зеленый от купили огромный объем август тут уже какие-то сомнения были и следующий месяц сентябрь опять откупают объем то есть люди продают продают газпром приходит покупатель и откупает объем и вот таким образом у нас рисуется уже четвертый месяц сначала пробой мы показали волатильность опять волатильность у нас и нам бы свечу успокоения в принципе по газпрому сейчас там и 6 процентов свеча но в принципе если успокаиваемся мы по газпрому если такую свечу нам оставят на пробой этой свечи друзья в следующем месяце уже в ноябре можем заходить газпром хорошим объемом я буду заходить на 10 процентов от депозита газпром выглядит неплохо а стоп мы ставим под минимум месячной прошлой свечи это 130 47 давайте точно это узнаем минимум 130 32 вот у нас будет стопу здесь вот стоять дальше что мне нравится сургут нефтегаз привилегированы здесь объем тоже неплохие но могли быть и лучше сургут нефтегаз лонговать я не стану потому что здесь до пробойная свеча такая и вот это свеча октября это не свеча успокоения несмотря на то что тенденция смотрится вверх но посмотрите как развернули три месяца вниз и сразу вверх друзья я думаю что так тенденции крупные не зарождаются тут даже похоже все на голову и плечи здесь вот правое плечо так отрисуем и вниз поэтому сургут нефтегаз хоть тенденция сейчас и не плохая на на лонг но с этой бумагой нужно держать ухо востро она зависит от валюты очень сильно и там где будет валюта на последний день года такие дивиденды сургут нефтегаз привы будет выплачивать давайте перейдем к лукойлу по лукойлу похожая картина такие же объемы хорошие но не самые лучшие похоже что по лукойлу тоже головая плечи вырисовывается посмотрим нам сейчас что-то рисует интересно вот эта свеча давать ее по мере порядка четырех с половиной процентов но неплохо у нас состоялся пробой не было друзьям волатильности сразу успокоение нам дают посмотрим как закроем месяц если в ноябре к ноябрю месяца у нас вот такая вот свеча останется посмотрим сможем ли мы эту свечу пробить и на пробой я уверен тут многие ребята которые торгуют по свечному анализу будут заходить на пробой максимума октября опять же таки если нам такую свечу оставят могут и запустить волатильность тогда все нужно заново начинать полу кайлу такая ситуация большим нефтянки мне ничего не нравится газпром нефть слабая вниз тотально видите как по новотеку тоже вниз хотя в новотеке объемы мне в моменте нравятся но не в этом месяце в прошлом нравились объема но тоже вниз друзья идем уже год как по новотеку ужасно рост нефт тоже самое вниз тут ну дальше смотреть там ничего финансовый сектор и банки вот спб биржа до выходит на хорошие объемы посмотрите вот мы здесь устроили консолидацию на получается с ноября 2022 года и посмотрите на объемы объемы хорошие для спб биржа и что у нас здесь вот такой вот боковик я его в прошлых выпусках нашего нашего видео показывал 105 . 3 и вверху 146 . 7 только мы дошли вот как я уровень этот построил давайте вам покажу смотрите шла тенденция вверх и вот эта свеча июньская 24 года максимум показала вот на уровне 147 и 5 и вот смотрите мы приходим сюда свечой бьемся уровень 146 близко к 147 5 и отбиваемся вниз ну показываем силу этого уровня поэтому по спб бирже у нас явно боковик здесь намечается кто-то наверняка будет собирать эту бумагу но я вам скажу так вот эта свечка от марта 24 года вот тут был сначала пробой потом от волатилили график а потом свечу успокоения на ли она составляла 8 69 это маленькая свеча для спб биржа сойдет и на этой на пробое этой свечи успокоения был вход сделку и видите дали заработать ребятам здесь и потом отправили в боковик пока вот так вот рисуется если дадут похожую свечу успокоения друзья по спб бирже нужно задумываться серьезно на пробое брать эту бумагу хорошая что там по сбербанку ужасно объемов нет на сбере это совсем не его показателя мы идем на слабых объемах вниз по сбербанку все печально по т-банку посмотрите какие объемы хорошую по т-банку мне это нравится и если прочертить по нижним точкам на графике мы можем увидеть что где-то мы на самом не вот под такой вот наклонной и сверху такую же наклонную можем расчертить и нам это указывает на то что здесь посмотрите закрыли цену вот в такой треугольник и может быть и продавцы и хотят продать до эту бумагу продавить ниже но кто-то пришел и откупает поэтому очень интересно куда ты банк по выйдет из этого треугольника друзья ранее мы помним что на 8000 эта бумага уже ходила по этому давайте за этим треугольником следить внимательно уйдем вверх все нужно покупать ну конечно же и тесте треугольника или на свече успокоения если вниз уходим то привет уровень вот этот 1700 а может даже и ниже ладно дал долго на этой бумаге не будем останавливаться металлурге там смотреть нечего я вам сразу скажу химия ранее я кроме показывал но друзья что-то мне не нравится огром потому что объемы слабые для этой бумаги айтишники вот единственное что я хотел показать это вконтакте да друзья ни разу мы не разбирали эту бумагу посмотрите она шла вниз тут красные свечи объема все понятно и вот это посмотрите на вот эту свечку прошлого месяца сентября игроки участники рынка хотя про вконтакте я бы сказал игроки похожи на казино вики кстати может быть это кей это казино но она посмотрите наверняка хотели продавить эту бумагу вниз было много здесь продавцов тенденция набирала оборот но в сентябре пришел покупатель и просто закрыл эту бумагу вот в таком боковике поэтому по вики и давайте смотреть максимум этой свечи 381.8 если мы пробиваем этот максимум я буду заходить в вики это будет хорошая возможность налог минимум у этой свечи 318 ровно поэтому вот этот объем подтверждает что у нас сформировались уровне до минимум и максимум и давайте посмотрим как сейчас мы по объемам будем расторговаться внутри этого уровня и как мы будем и куда выходить за вики рекомендую вам понаблюдать из айтишников больше ничего не нравится майнинг гмк это вниз тоже не нравится остальных не буду даже обсуждать единственное что потреб сектор мне нравится сейчас объемы по м видео и по видео формируется свеча успокоение но очень рано это начали делать потому что не было пробоя но однако кто-то выкупает видео в прошлом месяце и в этом пока слабо выкупают но тем не менее тоже стоит обратить внимание на видео возможно здесь после выхода опять же таки максимума свечи прошлого месяца с 18.8 возможно у нас начнутся интересные движения такие же движения которые были кстати все держи вот такую формацию я чертил для себя здесь нисходящий клин вот такой вот весьма бычья формация но напоминаю прежде всего принимая решение я согласна объемом и согласно разворотным модели понятно себе же давно вниз идет но друзья тут интересная ситуация начинается увеличивается объемы и пробой прошлые месячные свечи давайте посмотрим как у нас сиди же нарисует разворотную модель и от этого уже будем отталкиваться но то что интерес к этой бумаге у нас может возникнуть это точно и напоследок друзья о в к посмотрите никогда таких объемов не было пошла бумага в прошлых видео тоже говорил вам о уровнях ветер желтым желтыми линиями я их показал объемы хорошие сейчас полу века тенденция набирает оборота здесь увыка это как казино никаких стопов никаких свеч успокоения единственное что есть это вера вот в эти зеленые свечи три месяца подряд уже зеленые поэтому что здесь сделать до переходить на малый таймфрейм и ждать ждать примерно вот таких вот свеч успокоения видел овка 10 процентов это нормально также на дневке я показывал в telegram канале о том что видите здесь тенденция шла с сентября с 13 сентября на дневках вот такой вот линию наклонную мы ее пробили вниз но сейчас давайте посмотрим как будет овка держаться друзья показал вам все что хотел показать чуть больше информации в telegram канале надеюсь это видео было вам полезно и вы напишите какой-то интересный комментарий зададите вопрос в чате вот здесь можно задать вопрос с удовольствием него отвечу напоминаю telegram канал easy trade нас уже 1490 участников жду вас здесь на этом друзья с вами прощаюсь увидимся и услышимся